Рубрика Бампер что надо это самые интересные автомобили Тюмени и сегодня нашим героем стала вот такая Тойота Альтеза 99 года. Комплектация RS200 считается одной из самых заряженных прямо с завода и сегодня мы проверим на что она способна. Здесь какое-то модное сцепление. Керамическое сцепление стоит. Оно усиленное, потому что стандартное сцепление после установки турбокита буквально продержалось, наверное, месяц и все, блокополучие номерло. Так что пришлось стать усиленное. Но дискомфорт есть, что педаль довольно тугая и она дерганная машина, так что тебе придется с этим бороться чуть-чуть. Ну ладно, я не боюсь. Я вот отпускаю сейчас сцепление. Оп, отпускаешь? Да. А газку-то надо подрожить? Оп, чик. Ну, я даже не заглохла. Это уже успех, я считаю. Ах! Перегазовываю все время. Так, ну, в общем-то, даже обзор неплохой, я должна сказать. Все вижу. Ой, как тут поворотники? Все правильно, ты с той стороны. Почему ты выбрал Альтезу? Я думаю, нет такого человека, который, наверное, не играл в игру. Не на For Speed Underground, там Most One и так далее. Да, ну, даже я играла. Вот. Там эта машина присутствует, и на начальной стадии, когда ты начинаешь игру, именно эта машина там первая. И довольно-таки, как бы, она известная, и, думаю, многие играли, и, как бы, все равно откложилась, наверное, еще с детства, что было, как любовь к этой машине. Она была в обычном состоянии, стандартном, цвет уже был примерно такой же, чуть-чуть его только видоизменил. Вот. Была столько, что она была высокая. Вот. Вот, были белые диски, другие 17-е, а так внешне ничего-то другого, в принципе, не было. Вот. После покупки поставил сначала колеса, потом поставил уже винтовую подвеску, соответственно, машина стала ниже. И далее, соответственно, уже пошли доработки. Поменялся передний бампер, стоит ТРДшный, кастомный, переделанный, такого, в принципе, нет. И потом, соответственно, стандартные пороги в вертекс, и задний бампер тоже в вертекс. Она же все-таки такая, немножечко заряженная. В ней чувствуется, что вот хочется прям на педаль надавить. Вот как ты ездишь-то по городу? А задний привод, опять же? Ну, врать не буду, конечно. Если я вижу хороший поворот, я не еду в нее прямо. Ну, это, конечно, все делается с умом. Раз у нас зашла речь о том, что эта машина может дать угла, может быть, ты нам что-нибудь интересное покажешь? Я уже думал, ты не спросишь. Ну, пойдем. Она так классно разгоняется, мне прямо хочется на педаль нажимать. Все, ты попробуй. Ничего страшного. Вот на второй, вот сейчас ты включи на второго, и этот, не переживай, вот прям нажми там. Она после трех тысяч, она только начинает ехать. Так что, нажми прям, не бойся, в пол. Нажимай в пол, не бойся. На второй? Да, на пол. Вау! Страшненько. В чем вообще прелесть этой машины? Она как бы сочетает в себе и городской автомобиль, и такой небольшой спортивный какой-то заряженный автомобиль, и еще и задний привод для дрифта у нас здесь есть. То есть это как бы такой коктейль получается ядреный. Да, и цель была сделать такая, что, допустим, нет возможности финансовые, будем так говорить, открыто, чтобы купить отдельно машину для дрифта, будем так говорить, отдельно для города и так далее. То есть нет такой возможности. Соответственно, была задача создать такую машину, чтобы была в тот же момент и спортивная, на ней можно раздать боком, и в тот же момент можно спокойно приехать для дома. Потому что здесь, в принципе, дискомфорта сильного нет, она, в принципе, ездит не жестко. Ну да, она довольно мягенькая. Да, и на ней даже на Казахстан ездят. С завода на эти автомобили устанавливали двигатели в 210 лошадиных сил. Однако здесь под капотом установлен турбокит, дающий дополнительную мощность. Как вы думаете, сколько теперь лошадиных сил в этом автомобиле? Свои версии пишите в группе «Утро» с вами ВКонтакте под закрепленным постом. Первый правильно ответивший получит подарок от телеканала «Тюменское время». Ну и, конечно, не пропустите новый выпуск рубрики «Бампи, что надо» уже в следующий понедельник. Увидимся!